Старая добрая зимняя сказка или Новый год по-советски. В музее матери открылась тематическая выставка. Здесь представлены елочные игрушки из частных коллекций солигарчан, в том числе самих сотрудников. Для рожденных в СССР это ностальгия, это возможность вспомнить, как праздновали Новый год они в свое время. А для молодого поколения это уникальная возможность узнать о традициях празднования Нового года, их бабушек, дедушек, возможно мам, пап. Здесь можно увидеть все составляющие советского Нового года, от убранства елки до нарядов модниц тех лет. К примеру, этот наряд, шитый под заказ, датируется 70-ми годами. А это платье снежинки, ими в советское время были практически все девочки. В ночь накануне утренника мамы выполняли целый ритуал по подготовке карнавального костюма. Здесь же и кулинарная книга 1959 года с уникальными рецептами блюд, которые готовят и по сей день. Еще мы можем вам показать такую уникальную вещь, она называется авоська. Когда-то в 30-е годы у Аркадия Райкина вышел монолог, где он говорил, пойду-ка я пройдусь, авось что-нибудь куплю. И вот такая вот сетка в народе стала называться авоська, потому что во времена тотального дефицита не всегда можно было что-то купить в магазинах. Это как сейчас, да, то есть мы можем пойти в магазин и купить все, что угодно, да. Тогда так было невозможно. Возможно, тоже даже от ожидания праздника купить те же мандарины, апельсины, да. Это тоже как-то совсем другую атмосферу создавало. На выставке раритетные открытки, фонарики из цветной бумаги, елочные игрушки. К примеру, этот экземпляр 1950-х. Он был сделан из прессованной бумаги, перемешивался с цементом, с клеем. И потом делалась такая фигурка, какой мы хотели сделать, там, грибки, разные игрушки. И покрылась краской такой. И приделалась, конечно, ну там ниточка, чтобы можно было повесить. С каждым годом игрушки становились качественнее. Появлялись такие стеклянные овощи и фрукты. Далее, согласно советской моде. С выходом фильма «Карнавальная ночь» приобрели популярность те самые часики, которые висели практически на каждой новогодней елке. С полетом в космос Юрия Гагарина – стеклянные космонавты. Популярными были и главные герои известных сказок Чуковского. Полюбоваться на ретро-изделия работники музея матери приглашают всех желающих. Выставка будет работать до 20 января.